Профессор Ливен, спасибо, что нашли время и спасибо, что вы готовы объяснить нашей аудитории эту сложную ситуацию с переговорами мирными вокруг Афганистана в Москве. Как вы знаете, Москва объявила о переносе этих переговоров. Как вам кажется, была ли эта идея изначально, если хотите, обречена на провал? Изначально была вероятность такого развития, но это не было предопределено. Подобные конференции были и раньше, просто они не включали в себя встречи лицом к лицу представителей правительства Афганистана в Кабуле и движения «Талибан». Тогда представители правительства в Кабуле участвовали при поддержке либо России, либо Китая. Так что была равная вероятность успеха и срыва переговоров. Но очевидно, что настроение в Кабуле после последних атак боевиков «Талибана», а также настроение в Вашингтоне таковы, что переговоры в Москве – не лучшая идея в нынешней ситуации. Но я не думаю, что это означает окончательный крах идеи предложенных переговоров. Как показывает опыт в вопросе мирных переговоров в Афганистане, никогда нельзя сказать что-то наверняка. В прошлом мы уже видели ситуации, когда казалось, что переговоры сорваны бесповоротно, но потом они возобновлялись. То есть вы считаете, что у этой идеи, у плана провести мирные переговоры в Москве между «Талибаном» и афганским правительством еще есть шанс на успех? Такой шанс определенно есть. Но главный вопрос ведь в другом – может ли кто-то сейчас достичь какого-то прогресса, учитывая нынешнюю ситуацию в Афганистане? И учитывая очевидную большую разницу в том, что хочет получить движение «Талибан» и как оно видит концепцию мирных договоренностей, с одной стороны, и тем, что может предложить официальное правительство Афганистана, с другой стороны. Вопрос ведь не в том, кто является посредником или медиатором переговоров. В вопросе мирного процесса главное – можно ли сблизить позиции сторон настолько, чтобы сделать возможным подписание мирного соглашения? Пока такой перспективы не видно, и, возможно, ее не будет еще долгое время. Но, еще раз, ключевой фактор в этих переговорах – понимание, что ни одна из сторон не способна одержать окончательную победу. Получается, есть два варианта развития ситуации. Первый – бесконечное продолжение выматывающей войны. Второй – попытка достичь какого-то мирного соглашения. И тут самый большой вопрос – устроит ли лидеров «Талибана» то, на что готово пойти правительство в Кабуле. И наоборот. Сейчас, как мне кажется, в Кабуле отсутствует достаточная политическая воля, чтобы сделать такое предложение «Талибану», которое бы оно приняло, равно как «Талибы» не готовы сделать какое-то предложение правительству. Профессор, но что стороны могут предложить друг другу? Давайте предположим, что «Талибан» с одной стороны и «Афганское правительство» с другой все-таки садятся за стол переговоров. О чем идет речь? Разделение Афганистана на какие-то зоны, которые они будут контролировать? На установление каких-то религиозных законов, вроде «Шария»? Или о чем-то другом? Одним из требований «Талибана», которое, мне кажется, невыполнимым, хотя некоторые эксперты считают это реальным, это полный вывод иностранных сил с территории страны. Представители «Талибана» уже сказали, что это главное предварительное условие для начала мирных переговоров. Но я не думаю, что они будут, безусловно, настаивать на этом. Но они могут добиться какого-то графика поэтапного вывода иностранных сил в разумной перспективе. Для афганского правительства в Кабуле такое требование, и перспектива вывода значительной части американского контингента, будет означать угрозу его правительства, коллапса и победу «Талибана», как это произошло в случае с Южным и Северным Вьетнамом в 1975 году. Это первый вопрос. Второй, возможно, предполагает более вероятное достижение компромисса. Учитывая, что Афганистан — исламское государство, кажется невозможным нахождение нейтральных, уважаемых обеими сторонами мусульманских фигур для ключевых позиций в правительстве. Это уже было формулой «Талибана». В конце концов, Афганистан уже называется «Исламская республика Афганистан». Новое законодательство изначально должно соответствовать шариату. Это то, где есть воля обеих сторон. Возможны нюансы и компромиссы. В одном, я уверен, никто не хочет разделения Афганистана на две части. Но это то, что произойдет де-факто. Вопрос в том, сколько большую территорию «Талибан» будет контролировать, и насколько жестким этот контроль будет. Я не вижу вариантов, при котором «Талибан» не будет контролировать Кабул и влиять на происходящее там. Это будет предполагать выдавливание сторонников правительства. А это означает сопротивление любым подобным договоренностям. Профессор, ну и, наверное, главный вопрос в этой ситуации все-таки о роли, которые играют или хотят играть Россия и Соединенные Штаты. Как вам кажется, Россия намеренно взяла лидерство в этой ситуации или Соединенные Штаты позволили Москве стать лидером в этом переговорном процессе, чтобы самим не попасть под град критики в случае их провала? Я думаю, что США решили остаться в стороне. Вернее, Америка меняла свое мнение несколько раз, участвовать или нет в процессе, лидерами в котором выступают Россия и Китай. США соглашались, потом отказывались, и вот снова сказали нет. Очевидно, что проблема не только в Афганистане. Если бы речь шла только о мире в Афганистане, мы бы увидели больше примеров сотрудничества России и Соединенных Штатов. Но этого не происходило. Сейчас же США стараются убедить Китай играть большую роль в разрешении афганской проблемы. Мне кажется, что афганский вопрос при администрации Трампа стал заложником сложных отношений Вашингтона и Москвы, а также охлаждения в отношениях США и Китая из-за борьбы за влияние в Азии. Повторяется ситуация периода Холодной войны, когда Афганистан был заложником более широкой геополитической повестки, в которой сам Афганистан не имеет никакого влияния. Профессор, спасибо за ваше время. Профессор Анатол Левин, профессор Джорджтаунского университета в Катаре. Спасибо за ваше время. Спасибо большое.